В каком турнире с такими соперниками? Ну, в первую очередь, хочу поблагодарить вашу сведерщу, которая была рядом с ума. В общем, как вы видели, это был непростой матч. Тяжело очень интеграться с такими соперниками, которые входят в двадцатку сильнейших мира. Ну, впечатление сумасшедшее. Я, как бы, до сих пор еще в игре нахожусь. Но главное, что я здесь, и это была моя цель попасть в этот турнир. Я доволен сейчас. Бачили, что удалось набраться больше учетов в последней части игры? Гейм, сет или правильный момент? Сет, да. Первые два гейма было очень тяжело. Пока ночи было, я старался выиграть быстрее. Был все время в движении. Все-таки в третьем гейме мне удалось навязать слегка свою игру. Я играл больше вдоль стены. Получалось достаточно глубоко отправлять мяч, что заставляло его двигаться больше по корту, занять мне позицию и находить моменты для атака. Взагалі главное, чтобы играть на таких турнирах. То есть більше ездить на таких турнирах, більше буты, как бы спарринг-партнеры отматывать на таких турнирах. Все в целом надо пособили там всю свою жизнь. Начиная, я так бы сказал, расстеленной, да? То есть надо понять свою цель, ищите тренироваться ежедневно. Много-много-много труда, и победа будет зала. А если бы еще раз играли этот матч, то было бы лучше? Было бы много лучше, да. Взагалі на ваш полет, сквош в Украине, наскільки він зараз на якому рівню, порівнюючи так, всеми же агентам, которые мы бачим, диктует, можно сказать, десь модуль в цьому бутылку. Ну да, говорить, что мы отстаём, грубо говоря, даже в 5 раз, да, если для, например, 100 лет, так как у нас прошло 6 и 25 лет, в Украине. То есть, но благодаря нашим усилиям, действительно, у нас в Украине много команды игроков, и тренеров также. Поэтому, я думаю, если мы сплотим все усилия, тренерский состав, родительский состав, и кодерацию, то у нас будет успех.